В Туркестанской области решены вопросы порядка 40 газовых объектов, строительство которых было приостановлено. За полтора года была проведена эффективная работа по бородатым объектам, в результате чего природным газом охватили 120 тысяч абонентов. Вопрос о ГРЭС будет полностью решен в ближайшее время. Эти работы проводятся под предстальным наблюдением Акима Туркестанской области Дархана Сатбалды. Сегодня в Казгородском районе запустили еще одну автоматизированную газораспределительную станцию «Шанак». В результате природным газом будут обеспечены жители девяти населенных пунктов. Строительство ГРЭС началось в 2017 году, но было приостановлено. По поручению Акима области объект был взят на контроль. На завершение строительства были выделены средства из республиканского бюджета. В ходе строительства станции было проведено 18 тысяч метров газопровода. Из 61 населенного пункта Казгородского района только четыре не подключены к газу. Это очень хороший показатель. Ваш район один из самых развитых по обеспеченности инфраструктурой. По поручению главы государства предпринимаются меры по развитию сел. Эти работы не прекращаются. Конечно, многое делается правительством. В деревне пришел газ. Сейчас самое время посадить дерево во дворе, благоустроить окрестности. Освободившее время можно занять приведением. Порядок территории дома. Посадка деревьев. Прибывший в Казгорский район глава региона ознакомился с пусковыми работами АГРС и встретился с жителями в населенном пункте Ахшар Шанакского сельского округа. С Ахсакалами села он обсудил вопросы дальнейшего развития района. Мощность автоматической газораспределительной станции Шанак 15 тысяч кубометров в час. Она способна поставлять газ более чем в 10 населенных пунктов. В настоящее время завершены строительные работы в шести населенных пунктах. В результате газом обеспечены 600 абонентов или 4 тысячи жителей. В прошлом году в области газифицировали более 111 тысяч жителей. Это самый большой показатель в стране. То есть каждый третий поселок, охваченный газом, находится в туркестанском регионе. В Туркестане проводятся мероприятия международного уровня. Приезжает много гостей из-за границы. Инвестор выбирает чистые места для работы. Смотрит на благосостояние населения. Нужно научиться осваивать землю. В животноводстве тоже надо стремиться к современным технологиям. Радует, что уровень жизни жителей региона улучшается. Мы всегда поддержим стремление молодых к образованию, открытию бизнеса, здоровому образу жизни. В течение последних десяти лет велись работы по подключению объектов, строительство которых было затянуто. В итоге природным газом было охвачено около 1 миллиона 650 тысяч человек, либо 77,8% населения области. В прошлом году реализовано 27 проектов. Кодифицировано 27 населенных пунктов. Строительство 47 объектов было переходным на текущий год. В этом году на газификацию выделено 10 миллиардов тенге. Ведется строительство 71 объекта. До конца года введут в эксплуатацию 38 объектов. Остальные 33 перейдут на 2025 год. Ярнур Бубеев, Нурбекас Карл. Новости.